Приветствую вас. Ну, в первую очередь, мне бы хотелось обратить ваше внимание на определенное противоречие, которое, как мне кажется, есть в вашем тексте. Вы пишете, что вы поняли, что это нужно проработать с психотерапевтом, но при этом вы задаете вопрос, а если поменять сферу моей деятельности или искать причину в себе. То есть, как-то здесь противоречиво, мне кажется, что то ли вы сомневаетесь насчет психотерапии, то ли не готовы к ней. Скажу сразу вам, что с точки зрения моего направления работы, с точки зрения моей профессиональной и моей философской точки зрения, вот, а также опираясь на опыт и на практику. Никакие советы и конкретные ответы здесь и сейчас вам не помогут. Разным образом не поможет и то, если, прочитав какой-то ответ или, например, прослушав мой ответ даже, вы почувствуете озарение, вот, вам покажется, что вы все поняли, на самом деле, нет. Это будет, ну, скорее всего, эллизия. Только-только. Не потому, что это неправда, а просто потому, что для изменений более таких глубоких нужно время. И время больше, чем то, сколько мы потратим, ну, условно говоря, здесь. Если говорить о психотерапии, то, да, психотерапия вам нужна. Нужна, потому что, честно говоря, мне кажется, это только мое мнение, я могу быть не прав, я могу ошибаться, но мое мнение заключается в том, что вы насиловали себя, заставляли себя далеко не только в то время, когда, ну, которое описывается вами в тексте. Мне кажется, что вы это делали еще раньше, мне кажется, это вы делали еще раньше до того, как все это началось. Мне кажется, вы это делали, когда начали двигаться по этой профессии, и нет, дело здесь совсем не в том, что вам это не подходит. Я уверен, что смена сферы деятельности никак не решит вашу проблему, вот. Но в то же время я могу сказать, что дело здесь и не в том, что нужно искать причину вас. Говорю я это отнюдь не ради красивого словца, я надеюсь, вы сможете понять, что я имею в виду. Условно говоря, причина у вас не так важна. Важно то, какой выбор вы совершаете, и важно то, что вы игнорируете в процессе каждодневных выборов, в каждодневных действиях ваших. Условно говоря, были причины, по которым вы, несмотря на отказы, двигались вперед. Были причины, по которым вы, например, ну, были причины здесь неправильно, это не совсем то, что отражает действительность, но для простоты я использую такой оборот речи, хотя он, повторюсь, повторюсь, не совсем отражает то, что я хочу сказать. Так вот, были основания, давайте используем такое слово, были основания, по которым вы до того, как попали условно на работу, стали работать графическим дизайнером. Вы себя не чувствовали, ну, на своем месте, вы не чувствовали себя значимой, как вы говорите. Вы не чувствовали, что делаете что-то важное. И, как мне кажется, вы не нравились себе. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что у вас, ну, может быть, не так много развлечений, помимо работы, и не такой большой круг общения. Вот, потому что, на мой взгляд, вы уделяете внимание своим коллегам, тем, кто вокруг вас, и руководству, ну, на мой взгляд, много внимания. Опять же, это может так кажется, только из вашего текста, но, как бы, такое впечатление у меня появилось. Так вот, здесь только все в том, что вы, когда не работали, когда вы получали отказы, отказы, вы боролись. В борьбе не может родиться честность с собой, потому что борьба – это сопротивление, борьба – это, по сути, единственное насилие. и та концепция, в которой человек живет, ну, может существовать, та концепция, ага, она звучит, может звучать, примерно, таким образом. После борьбы, после еще тяжелой борьбы, можно отдохнуть. Или, как это было, например, лично в моем опыте, мы славно поработали и славно отдохнем. Мне кажется, что работа должна быть отдыхом. Понятно, что это идеал, и понятно, что порой это недостижимо, но, как бы, двигаться к этому, порой, на протяжении всей жизни, мне кажется, вполне реально. И, впрочем, это может быть весьма достойной целью, как мне кажется. Вот. И это реальная цель. Это не какая-то отдаленная абстракция, нет. Это реальная, вполне реально достижимая цель. Да, вопрос в степени, конечно, но, тем не менее, это вполне реальная цель. Так вот. То, что вы описываете, выглядит, как, знаете, как борьба, потом отдых и необходимость в новой борьбе. Вот так это выглядит. Но борьба вначале говорит о вашей изначально несвободе. Да, может быть, вы хотели быть графическим дизайнером, может быть, действительно человек искусства, может быть и нет, я не знаю. Но эта несвобода точно изначально несвобода, изначально какое-то такое вот условное, что ли, принятие себя, на мой взгляд, говорит о том, что уже тогда, в то время, вы были несколько под влиянием, скажем, воли, в том числе и своей, под влиянием определенного насилия по отношению к себе, я надеюсь, только психологическому насилию. Вот. Хотя это тоже очень скверно для вас, но, тем не менее, надеюсь, что этим только все и ограничилось. Вот. И то, что происходит с вами сейчас, это следствие как бы техпроцессов. Но это отнюдь не значит, что я хочу копаться в вашем прошлом, например. Я, например, хочу копаться в вашем прошлом, нет. Это значит лишь то, что вы продолжаете жить в системе. То есть вам казалось, что вы из системы вырвались и вам казалось, что какое-то время вы жили вне ее, а я говорю, что вы находились все это время в ней. Человек, который находится вне системы, он подвесит различного рода условия. Человек, который находится в системе, он всегда должен бороться. И это может перемежаться с отдыхом, но в итоге все заканчивается все равно всегда борьбой. И вот как в вашем случае это вновь борьба. Вот. И честно говоря, вот основной вопрос, который я бы вам задал, да, это вот кстати дело не в причинах, знание причин вам не поможет. Основной вопрос, который бы я вам задал, он звучит так. Когда я выбираю действовать волей, не по своему желанию, чего я хочу? отдохнула. один важный момент. Вы говорите, я не могу отдохнуть, потому что у меня нет богатого мужа и у меня ипотека. И вроде бы сразу все объяснили. Вроде бы. То, что я скажу, вам может быть будет неприятно. может вызвать сопротивление, желание конфронтировать со мной. Но пожалуйста, не спешите выращать недовольство, если оно возбудит с тем, что я скажу. А постарайтесь сперва обрадить то, что я скажу внутрь себя и как-то с разных сторон как кубик рубик на это посмотреть. Ипотека и наличие либо отсутствие богатого мужа свидетельствуют в первую очередь о притязаниях. что в твоей очереди говорит о том, что если вы не можете расслабиться, да, если вы вот тот уровень жизни, который вы поддерживаете, поддерживается ценой вашего напряжения, поддерживается ценой там я не знаю ну например ценой насилия над собой допустим, то на мой взгляд вы живете непосредственно. И это то, что вы живете непосредственно говорит о том, что я долгина так жить. Потому что хочу если мы поговорим про хочу ну такое знаете если мы говорим про хочу здорово хочу хочу оно как бы не фрустрирует человека. хочу оно вообще то довольно довольно я бы сказал демократично к человеку именно хочу оно демократично к человеку потому что потому что оно хочу я имею ввиду обращает как правило то, что человеку нужно то, что человеку хочется то, что то, что человеку ну то, в чем человек нуждается и здорово я хочу без вот ну без скажем так без долгистований здорово я хочу демократично весьма демократично к ну вот к человеку а то, что вас я хочу не демократично то, что от вас это требует много достаточно ну достаточно много сил много достаточно ресурсов то, что от вас это требует такого вот прям усилия говорит о том, что вы требуете от себя быть там в определенных рамках вы требуете от себя быть ну такой-то вот понимаете в чем как бы проблема на мой взгляд заключается вот и это наверное наверное ну худшее что вы можете для себя сделать вот в том плане ну в том плане в том смысле что вы обманываете себя думая что вот ну что что это вам нужно хотя на самом деле вам может быть и нужно и вам безусловно что-то нужно но вам нужно гораздо меньше только вам сложно это признать вот поэтому здесь я бы обратил ваше внимание наверное больше в сторону ну ну знаете как жизнепосредством это необязательно запрет на улучшение вот эм жизни нет это скорее более такое контактное восприятие своей реальной сложности но если хотите пример я могу привести вам пример например с айфоном айфон есть люди которые могут позволить себе айфон последня модель что такое позволить что значит позволить себе айфон и так далее. Что означает слово «позволить»? «Позволить» ведь не означает в буквальном смысле «разрешить», да? Вообще человек достаточно редко, мне кажется, нуждается именно вот в таком разрешении. «Позволить» это в первую очередь означает, что человек может что-то себе купить без существенного ухудшения своей жизни. Вот так это звучит для меня, по крайней мере. И что значит существенное ухудшение его жизни? Ну это означает, например, долги, кредиты, да, вот такие вот моменты. К сожалению, к сожалению, такие моменты. Вот. Что, конечно, далеко не лучший вариант для конкретного человека, скажем так. Вот. К сожалению. Вот. Поэтому. Поэтому. Так важно на это обращать внимание, чтобы не ухудшать свою жизнь и свое самочувствие такими вот решениями. Решениями, надо сказать, порой довольно странными, порой, ну, совершенно недемократичными, вот, по отношению к себе самому, вот. И, в общем, такая вот история здесь. Поэтому. 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 Я и пытаюсь на вас донести сейчас такую основную мысль, что вам необходимо надеть лучше, Ольга, себя чувствовать. Что это значит? Что значит лучше себя чувствовать? Лучше себя чувствовать, это значит лучше ощущать, что вот здесь и сейчас я этого хочу, или здесь и сейчас это мне необходимо. Я балдина. На самом деле это очень разное восприятие. В первом случае вы просто позволяете себе чувствовать и двигаться в те направления, которые вам важны. А во втором случае вы требуете от себя этого. И, естественно, истощаетесь. Поэтому, когда вы говорите, что я не могу отдохнуть, потому что у меня там ипотека нет богатого мужа, это сама обман. Ольга, вы не можете отдохнуть, потому что требуете от себя определенного уровня жизни. Но, по сути, просто разрешаете себе не расслабляться. Вот. Это то, что я хочу вам сказать. Поэтому важность, свою собственную важность, свою собственную значимость. Мне кажется, нужно научиться находить всегда, независимо от того, работаете ли вы где-то или нет. Находитесь ли вы в компании каких-то людей или нет. Потому что в жизни бывают разные, разные бывают обстоятельства. И если завтра вы потеряете возможность работать как графическим дизайнером, то это от них не значит, что уже перестанется быть значимым человеком. Просто человеческая ценность, она гораздо больше, многограннее, чем отдельный взятый вид деятельности, к которому вы себя, мне кажется, пока что привязываете. Ну, если не к одному виду, то кратно, кратно. Ну, что, в принципе, одно и то же. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Один что. Мой ответ. Даст вам возможность сформулировать обратную связь. Вот. Реализация которой послужит начало для психотерапии. Я вам желаю успехов. Я вам желаю найти своего специалиста. Создал листа. Вот. И удачи вам.